Любишь снимать и монтировать видео для YouTube или просто вести стримы? Тогда советую тебе подписаться на канал Live Radio Radon. На этом канале ты сможешь найти любой подходящий трек без авторских прав для своего видео или стрима. Ежедневное пополнение плейлистов с различными треками. Также на канале присутствует приятный бонус в виде круглосуточной трансляции всей библиотеки с более чем 1000 треков без авторских прав. Слушай и скачивай треки прямо сейчас. Ссылка в описании. Всем привет, меня зовут Саша и вы на канале Семи Видеоблог. Я люблю качать и менять темы. Я знаю, что многие из вас тоже любят. И вот я решил сделать топ 10 лучших тем для MIUI. Все темы были отобраны пользователями MIUI форума, а это сотни тысяч человек. Темы брал я с того же форума, со статьи, которая называлась 10 лучших тем для MIUI 2017. Но к сожалению ее удалили. Но почти все темы я успел скачать. Какое место каждая тема занимает в топе решал уже я. И это мое мнение, оно может не совпадать с вашим. Вы можете написать свое предложение расположения тем в комментариях, либо просто написать какая тема вам понравилась. И если вам понравилась хотя бы одна из тем, любую темы вы можете скачать. Ссылки все будут в описании. Все темы являются дизайнерскими и вы их не найдете в центре темы и не примените обычным способом. Так что перед применением тем рекомендую посмотреть мое видео о том, как применять дизайнерские темы. Ссылка есть в описании или найдите это видео у меня на канале. Также, если вам не понравилась ни одна тема и вы пользуетесь какой-то своей, я рекомендую написать название темы, либо дать на нее ссылку, либо написать мне в личку. Если наберется хотя бы 10 тем, я сделаю видео лучшей темой от моих подписчиков. Ну, хватит уже говорить, думаю надо начинать. И открывает наш топ тема номер 10 под названием Кликс. Как мы видим здесь цветные иконки панели уведомлений. Экран блокировки ничем не отличается. Как видите, еще есть живые обои. Кстати, оригинальная такая звонилка. Живые обои сзади и их можно менять прямо вот сейчас на теме. Мы нажимаем на пальчик у нас слева в углу. Нажимаем, меняются у нас обои. Также можно включить блюр бар внизу, как на iOS. Для каждого приложения свой значок. Календарь здесь переворачивается, то есть меняется дата, меняется день. Часы, движущая иконка в часах есть. В принципе, довольно так неплохо выглядит. Как вы понимаете, это такая простенькая тема для тех, кто не хочет далеко уходить от стандартов. Тема номер 9 довольно простая, но тем же временем она очень уникальная. И новые даже пользователи MIUI и тех, кто купил недавно телефон Xiaomi, даже не знают, откуда эти значки. Это тема MIUI 5, MIUI 6, да, такие значки были на MIUI 5, на MIUI 6. Здесь особо ничего, здесь нет нового, как видите, сзади обои проворачиваются вместе с прокруткой экрана. Довольно красивые обои, очень классные значки, такие как были раньше на MIUI 5, на MIUI 6. А я знаю, что эта тема многим нравится, потому что все писали мне, скажи название темы, название темы. Вот вы ее видите, и в принципе, имеете теперь возможность ее скачать. На восьмой строчке разместилась тема Simple Around, что переводится на счет просто круглый. Но эта тема довольно непростая, здесь много изменений, как вы видите, здесь классно перерисованные панели уведомлений в черном стиле. Также все иконки имеют круглую форму, новая звонилка, тоже классная. Для каждого приложения своя иконка, и есть также переработанный полностью экран блокировки. Как видите, все положения поменены местами, помимо камеры, можем зайти еще в телефонную книгу, в сообщение, в браузер и в музыку. И довольно классно, если нажать на приложение музыка на экране блокировки, откроется плеер здесь на экране, и мы нажимаем play, и видим графический эквалайзер, который играет. И в принципе, это довольно все классно смотрится. Нажатием кнопки на саму музыку, естественно, открывается у нас музыка уже в телефоне. А на седьмое место попала одна из моих любимых тем по названию Mirror Go. Здесь классно перерисованы и очень удобные панели уведомлений, также перерисованы звонилки, перерисованы смски, перерисовано практически все, вплоть до оригинального экрана блокировки. Также сетка рабочего состава составляет 5х6, 5 значков по горизонтали и 6 по вертикали. И каждый из значок тоже очень классно прорисован, естественно, есть живые иконки, такие как календарь, по-моему, настройки, часы. Календарь тоже имеет переворачивать дату, переворачивать день, и все значки очень классно смотрятся. Также, кому не нравится расположение сетки 5х6, всегда может поставить себе стандартный 5х4. Для этого надо просто зайти в темы, в компоненты и там, где есть компонент рабочий стол, выбрать просто по умолчанию свою тему. Ваша тема в основном не поменяется, но рабочий стол и сетка рабочего стола придет как по умолчанию в обычной теме. Поскольку перерисована панель уведомлений, также перерисована иконка батареи, и не удивляйтесь, да, она постоянно будет розовой. Но я вам скажу, что с хорошими обоями довольно это классно смотрится. А в середине нашего топа разместилась тема под названием Limitless 2.1. Как мы знаем, тема Limitless это новая тема для MIUI 9. Она оригинальна тем, что для каждого приложения имеется свой уникальный значок по размеру, по форму, по дизайну. И немножко дизайнеры тем изменили эту тему. И здесь, как мы видим, все то же самое, что и в предыдущей версии. Немножко значки подкорректировали, теперь они в принципе все одинаково почти размером, поддерживают стандартные экраны блокировки, там звонилки, все по стандарту. Единственное, что отличает ее от всех других тем, также от своей же стандартной версии, здесь уникальная панель уведомления. Уникальная она тем, что здесь нет виджета погоды. Многие просили, спрашивали, как удалить погоду, чтобы сверху не показывало. Как ее туда убрать. Но, естественно, это встроено в прошивку и это нельзя. Но, как мы видим, здесь с помощью тем, без рут, без ничего, вы можете получить панель уведомления без погоды. Возможно, это не самый лучший вариант, но выглядит все-таки оно прикольно. Особенно, если у вас какой-то безрамочный там Maximum Mix, просто выглядит шикарно. Даже на Redmi 4X выйдет классно, если с этой темой поставить другие обои, вообще супер. Кстати, погода здесь присутствует. Вы просто нажмете на то место, где должна быть погода и она откроется. Так что вот, вот такая вот оригинальная тема. Также, если вам пришло много уведомлений, можно опустить шторку, чуть-чуть ее опустить, посреди на уведомление и приподнять чуть вверх так, что у вас не будет видно ни одного значка. У вас панель уведомлений будет просто из уведомлений, не будет никаких значков. А если ее чуть-чуть опустить, тогда появится первая строка значков, потом еще раз и появятся уже все значки. Потом два раза вверх поднимайте и у вас полностью вот белая строка, только одни уведомления, никаких там Wi-Fi, Bluetooth и все остальное. Выглядит вообще просто супер. Вот такая вот мне тема, так я ее поставил. Так расположил значки, вот такие у меня табой. Смотрится просто шикарно. И вот мы дошли до середины нашего топа. И следующие 5 тем не будут какими-то особенными, они скорее всего будут копиями. И чем лучше эта копия, тем лучше эта тема. Я вам представляю 5 лучших тем, которые копируют интерфейсы других популярных смартфонов. А на пятом месте у нас тема со стандартного голого андроида 7 или 8. Ну поскольку по названию называется Only Oreo, значит наверное 8. Или просто лаунчер такого телефона, как Google Pixel. Все мы знаем, это крутой телефон от Google. Там навороченный, имеет он такой вот интерфейс, так же самый как Xiaomi Mi A1. Имеет такой, точно такой интерфейс голого андроида. Здесь переработано все. Значки, смс-ки, музыка, звонилка, экран блокировки, настройки, погода, панель уведомлений. Все сейчас, что вы видите на экране, все полностью переработано, переделано. Смотрится довольно, почти как оригинально. Конечно, немножко не та анимация, особенно с Mi A9. Она немножко тоже поменялась теперь. Не сильно похоже, но, как вы видите, они пытались по максимальному скопировать тему, чтобы она напоминала вам голый андроид. Тема, которая копирует интерфейс LG G6, дотянулась до четвертого места. Дизайнеры старались максимально видоизменить Mi A1, чтобы она была похожа на интерфейс LG G6. Как мы видим, значки и даже обои совпадают с оригиналом. Также в теме присутствует Parallax Effect, или, как называют его Mi A9, 3D-приложение, когда вы вращаете телефон, и обои значки вращаются вместе с вами. Кто пользовался iOS, тот поймет. В теме переработаны также звонилка, смс-ки, музыка осталась та же, панель уведомлений, экран блокировки и настройки. И тройку лидеров открывает тема для любителей яблочной продукции. Тема, которая максимально на данный момент компирует интерфейс iOS. iOS Alakadarnia 11. Чего? iOS Alakadarnia 11. English, mother fucker! What a kid! Эта тема изменена, но всё. Есть иконка здоровья, это у нас, кстати, центр безопасности, да. iBook, это у нас Form UI, и iTunes Store, у нас диктофон, да. Так, видимо, решили китайчики, чтобы так лучше, кстати, это, по-моему, индусы делали эту тему, да. В теме переработано всё, вот так вот, есть панель уведомлений, довольно оригинальный. Также переделана звуковая панель, как вы видите. Всё сделано больше под OS, и, кстати, она довольно удобная. Снова анимация от Mi A9, ваш телефон вообще будет похож на OS, и его не отличить. А если у вас также Xiaomi Mi 5X, который очень похож на iPhone 7, тогда просто... Единственное, что кнопки не хватает посередине. Самая функциональная часть этой темы, это экран блокировки. Этот экран блокировки намного функциональнее, чем экран блокировки в китайской версии MIUI. Во-первых, свайпим вправо, и у нас появляется вот такое вот быстрое менюхо, такая, можно зайти в телефон, домой, в музыку, в сообщение, пишет вам погоду, и ещё можно читать свои записи. Если сделать свайп вниз от начала экрана, не разблокировать именно от самого начала экрана, и свайпать снизу вверх, откроется вот такой, как на OS 11 панель управления. Очень, кстати, полезная штука. Почти вся она работает. Заключает музыку, Wi-Fi, можно зайти в SMS, включить фонарик, зайти в календарь, и включить камеру. Да, это намного функциональнее, чем то, что нам предложили на MIUI 9 для глобальной версии. Серебряную медаль от меня получает тема под названием MIUI OS, то есть это тема, которая копирует интерфейс телефонов Huawei. В этой теме имеется всё, что мы видели до этого. Пролакс эффект для рабочего стола. Иконки не отличить от оригинала. Перенарисованная звонилка SMS и настройки. Оригинальное панельное домедление. Идентичный экран блокировки, как и Huawei. Сетка рабочего стола 5х6 и 5х4. И вообще, если полистать эту тему, видно, что она довольно качественно сделана, без всяких фризов, провисаний. Всё классно работает и очень красиво и качественно. И победителем в этом топе становится тема Абал Абал, которая копирует интерфейс Samsung. Тема не имеет крутых наворотов, потому что главной задачей было сделать максимально похожий интерфейс Samsung. Я думаю, разработчики этой темы мы постарались лучше всех. Очень похожие иконки, которые ещё внизу отсвечивают на обои вашего телефона. Почти максимальная схожесть панели уведомлений с оригиналом. Изменены звонилки, SMS, настройки, значки сети и батареи. Имеется оригинальный Samsung-овский экран блокировки. Сетка рабочего стола 5х6 и 5х4. Я понимаю, что не найти темы, которые идут один-один, похожие. Но видно, что разработчики стараются. И вообще это не разработчики, а обычно люди такие, как и мы. И они стараются для нас. Они стараются, чтобы пользование телефонами Xiaomi было намного разнообразнее и интереснее. Ведь одна из тех причин, за что мы так любим Xiaomi, это когда без расправ и лишних манипуляций можно изменить фрусовый интерфейс до неузнаваемости, вернуть всё обратно. Субтитры создавал DimaTorzok